Собственно, задача была в том, чтобы обучить несколько моделей на каком-нибудь игрушечном интернет-сайте, у меня тут был, по-моему, Мнист, сделать рандомный проник этих моделей и построить проекцию на 2D-плоскость и цветом отметить точность этих моделей. Что у меня здесь делалось? У меня бралось 10, по-моему, моделей оригинальных, которые обучались до конца, то есть до какого-то хорошего качества. Потом они пронялись с таким количеством отпруненных параметров, и каждая одна точка была по 10 раз сделана, то есть рандомно. И что получилось? Это первая картинка – это просто PCA. Второе – это сначала PCA на 100 параметров и потом TSE. И просто TSE, я думала, не получится, но он получился. Собственно, что по этим картинкам можно сказать, здесь видны сами оригинальные модели, которые, собственно, находятся все время в краях, и от них уже идут отпруненные их аналоги. И очевидно, что отпруненные аналоги, чем больше у нас отпруненных параметров, тем ближе они получаются к нулю, то есть нулевой вектор получается, и от этого они все пучкуются в серединке картинки. Мария, а можно вопрос? Вот вы говорите, что это отпруненные аналоги, ну, интуитивно понятно, что это так, а это точно так? То есть вы прям проверяли, что, ну, как бы в одном кластере лежат именно модель и только отпруненные части модели? Нет, я не проверяла, но по-моему это вполне логично. Ну, да, 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 окей. Какие-то, может, еще вопросы? Ну, мы вашу лабу там обсуждали частично с Сергеем, потому что у Сергея похожая лаба была. Да, я посмотрела немножко, вот. Окей, есть еще вопросы какие-нибудь, Мария? Ну, видимо, нет. Давайте тогда вторую лабу. Ну, она была простая. Ну, да, тут простые работы. А, я думал, может, вы сразу все расскажете. У меня доклад, может, дальше кто хочет Лагу рассказать, наверное. Хорошо. Я могу рассказать. Да, давайте. Видно ли экран? Да, видно. Так, у меня седьмая лабораторная работа. Задача состояла в том, чтобы мы взяли дистилляцию Хинтона. И при модели студента, от которой дистиллируются знания, мы не используем настоящие лейблы датасета, так называемые hard labels, а пользуемся только предсказаниями модели учителя. Мы рассматриваем две модели учителя. Первая модель учится только на сабсете с лейблами от нуля до четырех, вторая от пяти до девяти. И модель студент мы обучаем по лосу лямбда плюс дистилляция от первой модели, плюс один минус лямбда умножить на дистилляцию от второй модели. И необходимо, поскольку лос наш будет зависеть от температуры и лямбда, необходимо визуализировать качество в зависимости от этих параметров. Теория. На лекции у нас была дистилляция Хинтона, и лос в таком случае в общем виде будет записываться таким образом. То есть у нас есть метки от hard labels, то есть когда студент предсказывает непосредственно x и сравнивается с настоящими метками y. И слагаемое связанное как раз таки с учителем, когда мы берем вероятности учителя и усредняем по тому, что вывел студент. Поскольку мы не используем лейблы, то наша вот эта слагаемая зануляется таким образом, дистилляция будет в таком виде записываться. Ну и наш лос, он как бы вот сумма этих дистилляций. Таким образом, нам необходимо обучить модели на вот наших подклассах и просто дистиллировать модель студента для различных лямбда Т, получать различные качества и дальше сделать собственно плод. Так, ну здесь вот код. В целом тут конкретно ничего интересного нет. Я выделяю просто сабсеты. Здесь, ну, наверное, можно отметить то, что поскольку, ну, как бы для того, чтобы обучать учительскую модель, мы пользуемся, ну, ванхот представлением лейблов, то, как бы, классы от 5-9, вот эти лейблы, сами метки, я как бы перевел в 0-4, просто вычел 5. То есть она как бы учит метки, ну, картинки 5-9, но называет их 0-1-2-3-4. Вот. Дальше в качестве модели учителя я беру, ну, согласно вот оригинальной статье, я взял просто MLP с каким-то, ну, достаточно большим количеством слоев и повесил дропаут. В качестве модели студента я беру тоже обычный MLP, только не вешаю дропаут, и, соответственно, hidden size у меня там меньше. Вот. Ну, и в коде можно вот еще посмотреть то, что вот здесь я в целом вот этот loss вычисляю, то есть teacher loss – это у меня обычный loss, а вот, собственно, student loss, он состоит из вот этих дистилляций, где я просто беру, ну, студенческую модель, прогоняю через log softmax, ну, как бы, модель учителя, ну, прогоняю логиты через softmax, получаю вероятности, и, как бы, у меня теперь не one-hot представление, а вот просто вектор вероятности, который мы, вот, собственно, по которому мы, собственно, усредняем. Вот. Ну, в основном это обычное обучение. Вот. Я обучил модель 1, модель 2. Да, я взял 1200 на 1200, hidden size вроде там такой в статье был, получил вот такое качество. Ну, к слову, я не очень понимаю, мне кажется, что оно какое-то маленькое. Вот. Ну, это вот там дальше покажу еще. Собственно, дальше я просто беру логиты, вот, и обучаю уже модель, передавая туда логиты учителя, модель студента. Ну, и беру альфы от 0 до 1, температуры от 0, ну, 0.5 до 5. Вот. В результате я получил 100, ну, как бы, меток, и плод выглядит вот так, но он какой-то не очень иллюстративный, поэтому я нарисовал еще плод в зависимости от альфа, как вот меняется accuracy, ну, при различных t, вот. Вот. И то же самое в зависимости, ну, когда меняется t при различных лямбда. Но если посмотреть, то, ну, у меня не очень сильная разница в accuracy, и у меня, ну, студенческая модель как-то, ну, не очень хорошо обучилась. То есть, ну, я не знаю, может быть, это и нормально, но, типа, вот, выше, там, 50-60, она ничего не набрала, и как-то, ну, как-то не очень визуально это выглядело. Ну, наверное, это как раз потому, что у вас вмешиваются два учителя, и каждый из них выдает один из классов. То есть, получается, что вероятность как раз одна-вторая, либо он принимает в сторону одного учителя. Не-не-не, если вы про математику, то я вот здесь вот в лосе дистилляции пишу, что если у меня учитель первый, то я беру, соответственно, студенческие метки такие, ну, как бы последние пять меток, и учитываю их в лосе. А, соответственно, в первом, а если учитель второй, то, ну, как бы, если здесь, то первые пять меток, если здесь, то вторые пять меток беру. То есть, я остальные метки даже не учитываю, потому что, ну, как бы, у меня всего вектор пять, и вот я усредняю. Или тут, ну, может быть, вот как раз таки, ну, может быть, я какую-то ошибку математическую не получил. Не-не-не, ну, тут не математическая, тут, скорее, некорректная постановка с меня, или надо было просто додумать, как ее сделать. Но, если я правильно понимаю, у вас получается, что, а может и нет сейчас. Ну, то есть, у меня есть, допустим, вектор, просто кажется, что у нас есть вектор вероятности учителя один, и он, допустим, говорит, что на цифру ноль он дает там одну вероятность на цифру один и так далее. А для второго учителя он тоже дает ноль четыре, ну, от нуля до четырех эти вероятности, но мы их суммируем для последних меток, которые от пяти и дальше этот вес накладываем, потому что, по сути, это, ну, как бы, веса предсказанных лейблов от пяти до девяти. Да-да-да, все правильно, просто получается, что, ну, если я правильно понял, ну, как бы, это не ваша ошибка, это, там, постановка задачи такая, что по факту он, ну, условно, принимает на выходе, когда мы провели полную дистилляцию, он принимает, там, сторону либо одного учителя и выучивает лейблы, там, условно, с одного учителя, либо с другого учителя, ну, либо как-то смешивает. Это получается, что, поскольку один учитель знает 50% лейблов, второй учитель знает 50% лейблов, то и accuracy у нас 50%, то есть либо он, там, условно... Ну, да-да, я помню, может быть, да, может быть, кстати, я вот над этим не задумался, я вот в выводах написал, что, может быть, стоило просто как-то более аккуратно подобрать, ну, параметры, ну, может быть, я модели как-то неправильно обучил, но, в принципе, да, наверное, можно было как-то поперемешивать, может быть, что-то добавить, немного сэмплов, и тогда, ну, может, получше была дистилляция. Ну, либо как-то лосс, может быть, немножечко адаптировать к этому. Можно было попробовать, ну, непонятно, насколько это сработает, можно было учить учителя, обоих учителей с выходом 10, просто понятно, что там координаты с 5 по 10 или с 0 по 5, да, с 0 по 4, будут давать очень низкий скорый, там будет что-то очень шумное. Может быть, это чуть-чуть сгладит картинку, когда вы уже будете логиты считать на дистилляции, но непонятно. В общем, в любом случае интересно, что получилось, что accuracy там порядка 50%, Так, а что у нас в итоге, то есть на температуру что-то все-таки влияет, да? То есть температура чем выше... Ну, у нас вот температура, допустим, если она мелкая, то в целом, ну, в зависимости от лямбда accuracy особо не разбрасывается. Если температура повыше, то вот мы можем заметить, что есть 0,30 accuracy, и вот где-то 0,60 достигается. То есть, ну, в целом, мне кажется, это логично, потому что в оригинальной статье, ну, температуру для этого и вводят, то есть по умолчанию она один, а ее вводят, ну, больше единицы для того, чтобы, ну, видимо, вот какой-то вес на это докинуть. Вот, и, соответственно, тут просто чуть-чуть побольше разброс, что-то она учит выше 50%. Странно, конечно. Единственное, что странно у вас, это что у вас учителя действительно имеют accuracy достаточно низкий, то есть по 79 для, ну, для обычного министа это очень мало. Ну, да, поэтому я и... Я поэтому... Ну, я вот делал раннюю эпоху, ну, остановку, и вот где-то он 12 эпох поучился, тут вообще 43, но, я не знаю, может, какая-то ошибка в коде. То есть у меня как-то не очень было много времени, ну, конкретно, ну, эксперимент там проверить, переставить или что-то такое, поэтому я вот отправил как есть. Ну, вполне подразумеваю, что может быть где-то ошибка, потому что, да, вот. Окей, ну, в любом случае достаточно все правдоподобно, ну, вот, кроме учитель на 89%. А сколько у вас learning rate был? Там Adam просто обычный? Ну, скажите просто словами. Да, сейчас, сейчас я скажу. Ну, я, по-моему, делал как, ну, ставил просто как в статье, Adam с, ну, ну, однотысячная и все. Угу, ну, понятно, окей. А есть вопросы к Сергею, коллеги? У меня вот был один вопрос, вот если обращаться к коду и обращаться к формулам, то мне кажется, что там имеется расхождение, поскольку он, ну, формула должна, ну, должен присутствовать стресс по логикам, если смотреть в код, если я правильно понял. Сергей, а можете тогда расширить, давайте посмотрим. Мне кажется, это как раз-таки вот про то, где я говорил, что первые пять берем, последние пять берем. Ты вот про вот этот срез, да? Да, вот этот срез и самое вот начало файла. Угу. Ну, я думал над этим, да, и тут просто, вот у нас модель учится на классах от нуля до четырех и от пяти до девяти, а модель студента, она учится на классах от нуля до девяти. И, соответственно, ну, я вот здесь это не прописывал, но не очень тогда понятно, как нам стыковать лосс на пяти классах, для лосса на десяти классах. И я как бы поэтому и беру этот срез. Первые пять классов у меня, по сути, этот член отвечает, последние пять классов этот. Хотя, может быть, это не очень, ну, как это, ну, это немного может быть тупо в том смысле, что какой тогда смысл в этой лямбде, то есть если это, по сути, разные члены, но они никак между собой не связаны. Ну, тогда не очень понятно, вот мы учим модель на десяти классах и показываем ей только 0,4, я вот как-то не понял этого. Ну, ты понял, Кость, в чем, ну, почему я срез делал, то есть в чем несостыковка? Да, что из формы как-то сразу не вычитывается. Ну, наверное, можно было попробовать действительно модель учителя учить, ну, как бы, выходной слой, вот здесь вот я когда писал MLP, где, вот, я для учителя писал выходной слой 5, а так обычно 10. Может быть, стоило для всех 10, просто показывать цифры 0, 1, 2, 3, 4, Колька. Ну, кстати, да, вообще интересно посмотреть, что там было бы, там можно по-разному комбинировать. Ну, в целом это меняется одной строчкой, я могу, ну, как бы, это запустить и могу потом в беседу написать. Ну, если не сложно, если будет время, да, скиньте. Дополнить, может быть, я тогда просто в этой же лабе тут еще раз эксперимент проведу. Окей. Хорошо. Так, кто у нас еще? Полин, по-моему, у вас была лаба. И еще у кого-то была лаба, я не помню. Я готовилась к докладу по лабе, заметила, что я случайно посчитала МСЕ, мистер МСЕ, поэтому я переделала быстро. Но там в репозитории неправильно лежит. Вот, сейчас покажу тогда с коллаба. Вот, у меня была задача визуализировать три типа сдвига датасета для задачи регрессии и, ну, отобразить зависимость МСЕ от сдвига. Вот, ну, у нас есть обычная задача регрессии, рассматривать одномерную задачу, то есть просто есть признак, таргет и совместное распределение. Дальше рассматриваются две задачи. Это, ну, мы всегда по признаку предсказываем таргет, понятно, но у нас могут быть разные зависимости, то есть, возможно, у нас там Y зависит от XI или наоборот. Ну, для регрессии не знаю, какой привести пример из жизни, но, например, там в статье я рассматривала задачи классификации и там для зависимости, когда их зависит от XA, приводился пример с действиями мошенничества на каком-нибудь сайте, то есть, когда под действием пользователя, мы понимаем, там, мошенник он или не мошенник. А когда зависимость, наоборот, из Y в X, это, например, когда у нас есть медицинские диагнозы, и тогда там симптомы, они зависят от диагноза. На самом деле, даже несмотря на то, что мы по симптомам пытаемся предсказать диагноз. Ну, в зависимости от того, какая она зависимость, мы можем там по-разному выразить совместное распределение. Вот, и сдвиг датасета – это когда у нас различаются совместные распределения на части трейна и на части теста. Вот, рассмотрим первый тип сдвига. В таком случае у нас не согласуется распределение данных на тесте на трейне, то есть распределение признаков. При этом зависимость остается такая же, одинаковая. Вот, рассмотрим такой пример. Пусть у нас на трейне признаки распределены как нормальное, стандартное нормальное распределение. Данные для тестов – это смесь колоссовских распределений. Зависимость там, ну, просто обычная дегрессия линейная. И она не меняется, а одинаковая на трейне на тесте. Дегенерируем данные, вот, визуализируем. Вот синенький – это у нас трейн. Получается, у нас одно… Вот это внизу плотность распределения. Для трейна у нас один пик, но стандартное нормальное распределение. Все вот синие точки – это как раз точки трейна. А для теста у нас смесь двух колоссовских распределений. И сдвиг – это то, насколько у нас вот сдвинут средние каждый компонент относительно нуля. То есть у нас колоссовская смесь из двух распределений, которые там симметрично относительно нуля расположены. Вот, получается, там оранжевые точки какие-то, если мы генерируем тест из этого распределения. Далее мы обучаемся на трейне, и у нас получается вот эта линия пунктирная – это распределение, которое мы предсказали, ну, зависимость, которую мы предсказали. А простая черная линия – это реальная зависимость, которой у нас подчиняются данные. Ну и понятно, что если мы будем двигать наши компоненты в разные стороны условно, то тогда у нас в какой-то момент оранжевые точки уже там будут хорошо определяться черные линии, но пунктирная линия будет довольно сильно ошибаться. А когда у нас обе компоненты имеют среднее 0, то тогда мы просто получим такое же распределение, как на трейне, у нас, по идее, должна быть маленькая ошибка на тесте. Вот. Ну и визуализируем RMSE. Действительно, так и получается. Когда у нас там сдвиг маленький, то у нас ошибка там, ну, минимальная, просто из-за того, что у нас есть дисперсия, возникает какая-то ошибка. Когда мы увеличиваем сдвиг, то, соответственно, RMSE растет. Далее посмотрим второй тип сдвига. Он возникает в задачах, когда у нас х определяется у. И тогда, как и в предыдущем случае, мы считаем, что у нас зависимость распределения условно х при у не поменялась, но поменяется распределение таргета, то есть распределение у. А вот, предположим, у нас распределение у на трейне – это, опять, стандартное нормальное распределение. Но тут, чтобы как-то отличалось от предыдущего случая, посмотрим, например, другой сдвиг. То есть возьмем не смесь из двух распределений, а тоже нормальное распределение, только у него возьмем другое среднее, которое будет задаваться как раз сдвигом. И, как и в предыдущем случае, в зависимости это просто линейная регрессия. Линейная зависимость с каким-то шумом с дисперсией сигмы квадрата. Ну, тогда у нас, как вот эти данные, вот видно, что есть, вот синие точки – это опять трейновые данные для обучения, а оранжевые точки – это тестовые данные. и у синих точек, у них там среднее – это ноль по игреку, у оранжевых точек среднее – это будет как раз начание сдвига. Тут также показано пунктирной линией зависимость, которую мы предсказали. Обычная сквашная линия – это реальная зависимость, которой подчиняются все точки, ни на трейн, ни на тесте. Ну, и тут тоже понятно, что когда мы сдвигаем, чем больше мы сдвигаем наш датасет, чем сильнее игрек отличается на тесте, тем больше будет расти ошибка. Ну, получается, примерно линейная зависимость от шифта, значение сдвига, РМСЕ примерно линейная зависит. И последний тип сдвига – задача, когда игрек зависит от икса, ну, можно рассмотреть и противоположный вариант, но это не идентично. Вот, и рассматриваем тогда мы случай, когда у нас распределение признаков, оно не меняется, то есть и на трейне, и на тесте у нас одинаковая плотность, но при этом меняется сама зависимость. Ну, тут посмотрим вот такой пример. Пусть у нас распределение, но плотность икса на обучении, на тестирование – это нормальное распределение, а при этом зависимость у нас линейная, но веса разные на обучении и на тесте. И сдвиг – это как раз будет там разница между весами. Вот, посмотрим. А тут видно, что у нас одна плотность, она и для синих точек, и для оранжевых, просто нормальное распределение. Сами зависимости меняются, потому что у нас одни точки лежат на одной прямой, другие – на другой. Вот. Это даже, если мы предскажем, действительно, распределение там синих точек, действительно, зависимость правильную прямой, то у нас будет расти ошибка, когда мы будем двигать, увеличивать разницу весов на трене и на тесте. А вот тоже график того, как зависит ошибка от сдвига, но тоже, получается, линейно зависит, если судить по графику. Вот. Спасибо. Ребята, есть вопросы по лабе? Можно вопросы. Я правильно понимаю, что можно, в принципе, теоретически эту зависимость построить, но в таком простом случае? Да, я думаю, что можно теоретически. По идее, тут должно быть несложно. По-моему, классно вышло. Лаба, понятно, очень простая, но я помню, что, когда мы с Вадимом Виктором чем этот курс вообще делали, он хотел максимально много вот именно таких графиков, то есть лаб с выходом, ну, в качестве выхода, там, каких-то иллюстративных графиков, то есть вот это прямо то, что он хотел. Полин, спасибо большое. Тогда, наверное... А, Костя, у тебя, по-моему, лаба еще. Дальше я. Так, моя лабораторная, работа была не нагружена теоретически, то есть, по сути, чисто эмпирика. А если более формально, то требовалось научить LSTM-ку копировать. Но копировать с... то есть данные, которые поступают в LSTM-ке, меняются в течение времени по наперед заданному расписанию. Вот, требовалось рассмотреть два расписания, когда мы подаем сначала короткие, потом длинные предложения, а затем сначала длинные, потом короткие. Вот, и, соответственно, визуализировать качество работы модели в зависимости от длины последовательности. Так, экспериментальный сетап следующий. В качестве данных я взял случайные последовательности, причем словарь, из которого генерируются символы, представляет собой целые числа от 0 до 9. В качестве длин я рассмотрел следующие длины 5, 10, 12, 15 для большей скорости. И в качестве расписания я рассмотрел кусочно-постоянное расписание. В целом здесь по коду комментариев нет, кроме одной инженерной вещи. Для того, чтобы ваш LSTM работало быстрее после компиляции, вам нужно использовать nm.scan. Кроме того, его нужно использовать по той причине, что если вы не хотите, чтобы ваша модель перекомпилировалась, если вы подаете каждый раз потенциальный тензор, у которого длина последовательности разная, то это может привести к тому, что модель будет постоянно перекомпилироваться, что замедлит скорость работы. Можно я здесь прелезу, скажем так, стариковским комментариям в Тиана, который был условно первый движок по диплёрнингу, тоже была штука под названием nm.scan, она называлась Tiana.scan, которая применялась только к LSTM. И эта штука, наоборот, замедляла ход по максимуму. Вот, комментарий закончен. Извините. Спасибо. Но вот эта штука, наоборот, она ускоряет. Как она работает? То есть в чём отличие просто применения LSTM по сравнению с nm.scan. Хорошо, у нас есть наивный метод, у нас есть nm.scan. Наивный метод следующий. Мы берём и прописываем цикл for, ну, например, так же, как мы делали в PyTorch, и применяем на каждой итерации LSTM ячейку. А nm.scan, он запускает цикл в GT? Ну да. Да, но причём он заточен по тому, что потенциально длина последовательности может быть разной. А если вот такой вот цикл for использовать в таком наивном режиме, то если мы подадим последовательность другой длины, которая отличается от той, что мы подали на этапе компиляции, у нас будет перекомпиляция. Соответственно, по сути дела, мы каждый батч будем перекомпилировать модель, что не очень хорошо. Вот, соответственно, ты тоже инженерный комментарий закончен. И в качестве кусочно-постоянного расписания я взял следующий. Каждые 500 шагов мы меняем длину. Вот, затем, соответственно, ну, это я вывел чисто для дебага, что модель учится. И основной результат работы состоит в следующем, что, ну, здесь представлена зависимость качества, но на отложенной выборке модели в зависимости от шага и в зависимости от длины последовательности на валидации. Вот, кроме того, черными линиями обозначен момент переключения, то есть момент переключения расписания. То есть, если мы, скажем, рассмотрим левый график, если мы вначале учились на длине последовательности, равной 5, то с шага с 500 по 1000 мы учимся на длине последовательности, равной 10. Вот. Я выделил два важных вывода из этих графиков. Первый вывод заключается в том, что когда мы используем обучение от простого к сложному, то есть от короткого к длинному, то катастрофическое забывание, оно, как бы, имеет гораздо меньше эффект, чем в противоположном случае, когда мы учимся от сложного к простому. Вот, кроме того, можно заметить, что когда мы тренируемся на какой-то определенной длине последовательности, то обобщающая способность улучшается на схожей длине последовательности. Например, если рассмотреть обучение от коротких последовательностей к длинным, то если мы будем обучаться последовательности длины 10, то мы также будем, наша обобщающая способность будет улучшаться, если мы будем обучать, ну, наша обучающая способность будет улучшаться на длине последовательности равной 12. Вот, объяснение пока что не нашел, но выводы пока что такие. Костя, а как считаешь, если бы мы здесь воткнули вместо LSTM что-нибудь типа трансформера, что бы с этими графиками было? Ну, насколько я понимаю, трансформер, он лучше копирует, чем LSTM. Ну, непонятно, не зациклился ли бы он на маске. Ну, то есть ты бы там патинг-маску использовал бы, скорее всего, для последовательности разной длины, и не зациклился ли бы он на маленьких масках, например. Хотел узнать твое мнение, да. Я пока не готов сразу сходить. Вот, наверное, ну, можно простой эксперимент, опять же, в том же стиле провести. Ну, это любопытно, просто спросил, думал, может быть, у тебя есть идея. Окей, спасибо. Есть вопросы к Косте? Так, видимо, вопросов нет. Окей, Костя, спасибо. Так, тогда у нас все по лабам, видимо. Мы идем в сторону докладов. Кто у нас докладывается? Давайте, Мария. Так, сегодня я буду рассказывать про статью, которая называется «Супермаски в суперпозиции» или, как это было обозначено в списке докладов, гипотеза лотерейного билета для мультитаск-люрнинга. Вот, расскажу, собственно, про проблему, про решения, которые предложили авторы и про экспертальный результат. Начнем с проблемы. Мы уже обсуждали. Собственно, у нас есть задача последовательного обучения, когда у нас несколько задач учится, одна сеть учится на нескольких задач последовательно. Здесь главная проблема, собственно, мы тоже ее только что обсуждали, гастрофическое сбывание, когда перформанс на задачах, в которых модель училась до этого, очень сильно падает при обучении на новых задачах. Вот. И главная идея, которую предложили авторы, у нас не может быть гастрофического забывания в сети, в которой веса остаются постоянными и тем более рандомными. Вот. И, собственно, что они предложили? Они предложили взять такую сеть с рандомными весами и для каждой задачи обучать новую маску. Вот. И использовать их потом. Здесь надо еще помнить, как именно делятся задачи по типам. Делятся они так. Были ли даны номера задач при обучении, при использовании моделей и являются ли метки классов общими при обучении, ну, просто для разных задач. Вот. Если нет, то это значит, что модель должна предсказать еще и на каждую задачу при предсказании метки классов. Вот. И здесь еще надо отметить, что не все комбинации этих типов вообще валидны. Например, GGS и GGU. То есть, когда у нас были даны метки и на трейне, и при использовании модели, тут неважно было shared, или не shared label, потому что они и так были, потому что номер таска был дан и там, и там. То есть, это не имеет смысла. Вот. Собственно, авторы статьи рассматривают все эти сценарии по отдельности. Первый сценарий, самый простой, это когда у нас номера задач даны и при обучении, и при использовании модели. В этом случае мы просто при использовании модели берем обученную маску и используем ее на веса нашей модели. Вот. Интереснее в сценариях, где у нас номер задачи не дан либо на обучении, либо на применении модели. Второй случай, когда он у нас не дан при применении модели. В этом случае мы берем смесь всех масок. Сначала с какими-то коэффициентами, и сначала они все равны, равны единственникам, где какое-то количество масок. Вот. И чтобы... И авторы статьи говорят такую мысль, что корректная маска должна нам давать низкоэнтропийный выход. Вот. И на основе этого строятся два алгоритма. Один ваншот, и второй бинарный. Ваншот алгоритме мы просто берем энтропию выхода и делаем градиент по коэффициентам от всех масок и выбираем наиболее информативную масочку. Вот. А в бинарном алгоритме маски отсеиваются просто по половине самых лучших, пока не останется одна. Вот. И последний сценарий, который рассматривали авторы, это когда у нас номер таска не дан ни на трение, ни при использовании модели. Как здесь поступать? Поступать примерно так же, как в предыдущем случае, но при обучении. Когда нам надо выделить новую маску? Новую маску мы будем выделять тогда, когда модель, энтропия выхода, градиент энтропии выходов распределен примерно равномерно по всем коэффициентам от уже обычных масок. Вот. То есть у нас нету какой-то определенности, какую маску сейчас лучше выбрать. Вот. Если у нас примерно равномерное это распределение есть, то мы обучаем новую маску. Добавляем ее в какой-то наш стак масочек. Вот. И в противном случае, если неравномерно, то мы просто убираем по ваншот-алгоритму наиболее подходящую маску. Вот. Еще одна деталь, которая довольно интересна в этой статье, но она довольно сложная. Я не знаю, смогу ли хорошо объяснить. как именно хранить маски. Например, в этой статье авторы рассматривают порядка двух с половиной тысяч задач. То есть довольно большое количество задач. Если мы будем хранить маски, для них всех понадобится очень много памяти. Собственно, объем памяти будет расти линейно от количества задач. Вот. И чтобы этого избежать, авторы использовали такую вещь, как сети Hopfield. Здесь, я так понимаю, есть какая-то физическая аналогия под всем этим. В общем, что здесь происходит? У нас есть какой-то вектор z. Это он бинарный. Бинарная строчка просто. Размером d. Собственно, ими мы будем кодировать наши маски. У нас есть функция энергии, которая записывается вот так. И вот эта вот psi, это у нас как раз таки будет сеть Hopfield, которую нам надо запомнить. Как это именно делается? Надо, чтобы каждая обученная затыта была минимум функции энергии. Вот. И тогда, если это так, то мы сможем находить затыты просто грозентным спуском по энергии. Вот. И здесь утверждается, что если мы будем, если мы инициализируем psi нулем, а потом будем каждый, когда у нас появляется новая маска, перекодировать его вот в таком виде, то это как раз таки будет давать нам нужную функцию энергии. Вот. И, собственно, как это используется, как я уже сказала, мы просто берем наши маски, каждая маска, это у нас как раз таки бинарная строчка, там нулей, единичек. Вот. И записываем, обновляем нашу psi. Вот. А при использовании, вот, как я говорила до этого, если у нас не дан номер задачи, то мы делали градиентный спуск по энтропии. Здесь же градиентный спуск будет делаться по композитному лосу, состоящему из энергии и энтропии. По энергии градиентный спуск делается для того, чтобы выбрать, собственно, в целом корректную маску, которая существует, которая уже была. Вот. А по энтропии спуск делается для того, чтобы выбрать из этих масок нужную. Вот. Ну и здесь еще стоит отметить, что psi у нас вообще-то квадратично по размеру маски, и поэтому авторы статьи предлагают маскировать не висасити, потому что иначе бы psi была бы слишком большой, а выхода ее слоев. Можно вопрос? Я вот не до конца понял. То есть идея прикольная, но я не пойму, если вы на инференсе, ну не вы, а авторы на инференсе выполняют градиентный спуск, то почему нельзя просто на лету эту маску считать без сети Hopsel. То есть я представляю, когда там сеть Hopsel или какая-нибудь другая модель используется для инференса, вот типа условно, ну вот как мы гиперсети рассматривали, то есть штука, которая генерирует нам выход чего-то. А когда мы все равно градиентный спуск выполняем, то мне непонятно. Ну да, кстати, хороший вопрос, потому что на самом деле из того, что я почитала, здесь вообще в этой статье не говорится, как именно они обучают маски сами. Там есть ссылка на другую статью, в которой как раз таки это и есть. И там она тоже обучается как бы таким типа градиентным спуском. Вот. И в целом, да, валидное замечание, потому что мне кажется, так бы было даже проще. Ну, окей, понятно. И последняя часть про эксперименты. Здесь использовались разные датасеты картинок для разных типов задач. Всякие сифары, сплит имиджи и различные мнисты для задачи, когда у нас даны номера задач и на трени, и при использовании у нас использовались реснеты, а в остальных случаях использовались использовался линет и полносвязная нейронная сеть. Вот. Собственно, здесь на картинке представлен перформанс полученных моделей задачи given-given, то есть когда у нас дан номер и при обучении, и при использовании. Вот. Здесь, как обычно, модель бьет все бейзлайны, которые они смотрели, и довольно близко приближается к upper bound. Upper bound здесь это просто когда отдельная модель обучалась на каждой из задачи по отдельности и просто как бы складывались они. То есть разные модели. Вот. И она приближается по accuracy к upper bound, но при этом занимает гораздо-гораздо меньше памяти. Вот. И здесь на картинке представлены результаты для gm и nn сценариев. Вот. Опять же, модель побила все лавру баунды, все бейзлайны, все понятно, но здесь авторы отметили, что в задаче, когда не даны номера задач ни на тренинг, ни при использовании, у нас примерно после двухтысячной задачи начинает качество все-таки падать. Вот. И еще одно интересное замечание, которое в этой статье было, о том, что вообще, на самом деле, так как у нас веса в модели постоянные и роддомные, нам их не надо хранить. Нам надо хранить просто сит, и можем нациализировать эту сеть, когда нам понадобится ее использовать. Вот. Ну, наверное, это все, что я хотела по этой статье рассказать. Вот. Может, еще какие-то вопросы? Спасибо. Есть вопросы? У меня вопросов нет, но мне очень статья понравилась, по крайней мере, в вашем изложении. А, нет, есть у меня один вопрос по поводу энтропии. Правильно ли я понимаю, что у нас для того, чтобы мы вот могли так маску строить по энтропии, ну, типа делать маску, которая дает минимизацию энтропии, у нас должно быть достаточно много объектов в обучающей выборке для данной задачи? Вот я тоже об этом подумала, что делать, если объект один или что-то такое, и, по-моему, об этом ничего особо не говорится в статье, просто, вот, говорится, мы используем терапию, и как-то вопрос возник, ответа не нашла. Ага, понятно. Ну, окей. Ну, в любом случае, прикольная статья, очень интересная. Спасибо. Так, и у нас еще кто-то доклад делал, по-моему, Сергей. Вы собирались, да, доклад сделать? Тут небольшой конфликт вышел. Какой? Видимо, Сергей Первым все-таки занял эту статью. Там просто вот на этой страничке со статьями продублировались, и я тоже самую выбрал. А вы оба собирались делать доклад? Да, да. Ох, сложно. Ну, я не знаю, давайте кто-то расскажет, кто-то прокомментирует тогда. Сергей Первый выбрал, так что в любом случае. А вы готовы сделать доклад, Григорий? Да, я готов. У меня есть все, то есть презентация тоже. Ну, давайте сделаем так, действительно, сделаем, ну, то есть вы выложите, и вы, и Сергей выложите свои презентации, ну, как пруф, условно говоря, что все есть. Если Сергей Первый, то пусть Сергей начинает, а, Григорий, вы что-то прокомментируете, если там есть какие-то вещи, которые Сергей не, ну, не сказал, не проговорил. Понял, хорошо. Давайте так. Хорошо. Так. Видно ли экран? Да, экран видно. Так, о чем статья? Статья про knowledge transfer, про передачу знаний и, ну, небольшое введение. Мы уже обсуждали и дистилляцию Хеймптона, и вообще в целом передачу знаний. Понятно, что, ну, это достаточно полезная вещь, когда у нас ограниченные ресурсы, и, соответственно, эта область активно развивалась. И изначально вот у нас была дистилляция Хеймптона, она учитывала распределение лейблов от учителя, ну, вот я уже рассказывал в лабораторной работе на выходе, далее развитие приходило к тому, что учитывались промежуточные фичи учителя, и как-то они, ну, учитывались в обучении модели. И, тем не менее, все сетапы вот, ну, дистилляции знаний, они пользуются вот, ну, как бы таким общим понятием, когда у нас есть учитель-студент, и учитель передает знания студенту, потому что он, ну, имеет какую-то большую обобщающую способность и так далее. Однако, вот недавно выходили работы, в которых, ну, а конкретно Deep Mutual Learning, который показал, что если мы обучаем и учителей, и студентов взаимно, то есть они друг другу берут какие-то полезные свойства, то такое обучение может показывать более высокое качество, чем непосредственно, ну, и у студента, и у учителя, чем непосредственное обучение с помощью дистилляции знаний. И в данной работе авторы статьи по сути предлагают некоторое улучшение вот этого двунаправленной трансфера знаний, а именно способность, ну, а именно то, что мы можем обучать их вот как раз-таки с этих скрытых слоев с помощью добавления вспомогательных классификаторов, и также добавлялась специальная двунаправленная дистилляция знаний для того, чтобы регуляризировать такое обучение, чтобы, по сути, не переобучались они вдвоем. И презентация состоит из метода и экспериментов для того, чтобы обсудить, что же такое ну, вот этот вот метод dense cross-layer mutual distillation рассмотрим в целом постановки дистилляции знаний в классической постановке Хинтона и, соответственно, совместное обучение учителя и ученика. Дистилляция знаний. Ну, у нас фиксируется некоторый датасет X, фиксируются некоторые метки Y, пусть VT это модель учителя, VS это модель студента. И в дистилляции знаний студент учится по лоссу, который состоит из двух слагаемых. Первая слагаемая это уже известная там кросс-энтропия, где студент учится непосредственно на метках. А второе это distillation лосс, который я описывал сегодня. То есть предсказание учителя используется в качестве весов в как бы кросс-энтропии. Deep Mutual Learning. Поскольку здесь обучается одновременно и студент и учитель, то у нас здесь есть два лосса студента и учителя. И можно заметить, что первые слагаемые у них одинаковые, а вторые слагаемые у них здесь просто поменены местами как раз таки логиты. и по сути это тот же лосс, что используется, тот же лосс дистилляции, только вместо кросс-энтропии у нас используется дивергенция кульбака лейблера и соответственно у нас есть вот эта зависимость, когда мы меняем аргументы. недостатком собственно вот такого метода является то, что не используется информация на скрытых слоях, сам лосс этого не подразумевает и также не исследовалось, насколько эффективно передаются знания при таком обучении. Собственно метод, который предлагается в этой статье dense cross-layer mutual distillation он предлагает, ну решает вот эти задачи. Фичи используются с помощью введения дополнительных классификаторов на скрытые слои и это ну как пишут авторы вдохновлено ну как бы deep supervision то есть когда у нас какие-то глубокие модели и там тоже добавляли какие-то вспомогательные классификаторы на промежуточные слои и эксперименты показывают что в современных CNN введение таких классификаторов может вообще не улучшить качество и с чем это может быть связано с тем что у нас выходит классификатор на каком-то промежуточном слое и соответственно как бы никакой передачи знаний не существует а в данном методе предлагают делиться знаниями между классификаторами с разных скрытых слоев и поскольку у нас каждый классификатор он выдает вектор ну там допустим у нас M классов соответственно он выдает вектор вероятности M то есть это одно семантическое пространство то мы можем по сути передавать ну как бы учитывать эти вектора с разных абсолютно слоев и тем самым ну как бы насыщать нашу модель и делается это с помощью следующей процедуры обозначим множество Q как пары TK SK где TK и SK это некоторые индексы которые показывают а где именно ну в какой позиции нейросети находится наш вспомогательный классификатор и также предположим их K штук и в качестве последнего обозначим ну главные классификаторы которые выдают вероятность уже вот на финальных слоях и тогда Dance Cross Layer Mutual Distillation можно описать как обучение по двум следующим лосам этот член нам уже хорошо знаком а вот эти члены сейчас обговорим собственно первое первое ну как бы второе слагаемое это наш Distillation Loss и он по сути обозначает общую кросс-энтерапию на всех вот этих выходных головных классификаторах а DCM2 и DCM1 и DCM2 это общий лос который получается при обмене между при обмене нейросетями между различными слоями DCM1 он для одних и тех же слоев то есть когда это одинаковый слой ADCM2 это когда различные слои то есть когда у нас пары и не равны между собой можно вопрос я пропустил можете пояснить P это у нас в итоге выходы логипные то есть условно говоря это просто выходы классификаторов там нет проблемы с тем что разные семистические пространства разной размерности да да это выходы классификаторов и ну это да то есть там вот с этим проблем нет и вот на картинке как это выглядит то есть вот здесь много формул что на картинке вот у нас есть сеть положим учитель, есть сеть 2, это студент. И вот у нас идут какие-то блоки, и дальше помещается выходной классификатор вспомогательный и еще один выходной классификатор. И то же самое происходит для студента. И, соответственно, если классификаторы обмениваются на одном и том же слое, то за это отвечает, собственно, член DCM1. Если они обмениваются на разных слоях, то за это отвечает член DCM2. Суммарный лосс от каждых классификаторов, в том числе и от головного, за это отвечает наш Distillation Loss. Таким образом, это все обучается. И алгоритм, можно выписать алгоритм, он выглядит так. В целом, я, наверное, не буду его озвучивать, потому что, в принципе, и так понятно. У нас есть лосс, мы просто считаем градиенты по нему и обновляем, соответственно, веса моделей. Теперь есть один вопрос. Он связан с тем, что, по сути, мы определили вот это вот, ну, как бы вот эти вспомогательные классификаторы, мы их задали некоторым множеством Q, которое представляет собой индексы. И, собственно, возникает вопрос, а как вообще это множество задавать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, собственно, задать два вопроса. Первый – это где вообще помещать вот эти классификаторы, в каком месте нейросети они должны находиться. И второй – это как должны выглядеть эти классификаторы. На первый вопрос, ну, как бы на оба вопроса ответ скорее эмпирический. Современные сверточные нейросети, они имеют структуру блоков. Идет блок, потом какой-то даунсэмплится размер, потом опять блок и так далее до какого-то финального вектора. Так вот, предлагается после каждого такого блока ставить этот вспомогательный классификатор. И на второй вопрос, как задавать структуру классификаторов, тоже есть ответ эмпирический. Из, собственно, глубокого обучения с метками известно, что простые классификаторы, то есть просто какой-то, я не знаю, обычный MLP, который переводит в вектор, они не работают, не дают никакого улучшения. И поэтому вот эти вспомогательные классификаторы делают достаточно сложными, например, как весь вот этот блок. То есть идет блок, и дальше в качестве классификатора идет еще такой же блок, но в конце переводится, собственно, в финальный вектор. Вот. Собственно, дальше идут эксперименты. Первый, ну, это алгоритм. Первый эксперимент, он был на CIFAR-100, и рассматривались следующие архитектуры. Это ResNet, DanceNet, ну, и WideResNet. Собственно, они все, ну, и MobileNet. Они все имеют вот эту вот структуру блоков, поэтому здесь понятно, где их ставить. И существует два сценария, как мы обучаем наши модели. Первый сценарий – это когда у нас и учители, и студенты имеют одинаковую архитектуру, то есть одинаковый, ну, backbone. Вторая структура – когда это разные некоторые архитектуры. И что здесь можно отметить? Ну, первое, то, что у нас есть бейзлайн, когда мы просто независимо обучаем две сети и получаем, ну, вот какое-то одинаковое качество. ДМЛ – это Deep Neutral Learning алгоритм, который вот взаимно обучает, а DCM – это алгоритм, который улучшает. И можно заметить, что и ДМЛ, и DCM, они улучшают качество по сравнению с бейзлайном, и DCM превосходит ДМЛ. Это вот в сценарии, когда у нас просто одинаковые сети. А когда у нас разные сети, можно еще заметить, что чем, ну, вот все-таки вот эта структура, что учитель – это какая-то большая сеть, например, Wide ResNet, а студент – это какая-то маленькая сеть, например, MobileNet. И именно такой подход, он дает как бы больше импрув в сравнении с, вот, например, когда мы учим Wide ResNet и ResNet 110. Это то, что вот отметили авторы статьи. И такой же эксперимент был сделан на ImageNet. Собственно, здесь, в принципе, все то же самое. И в контексте результатов тоже примерно все то же самое. У нас и ДМЛ, и DCM лучше, чем просто обучение этих сетей. И, соответственно, тоже разница, вот, примерно та же структура. Вот. И, как бы, некоторое summary по вообще тому, какие возможности есть у DCM вот этого метода нового. Во-первых, все-таки, несмотря на то, что на вопрос того, как задавать множество Q, были даны два эмпирических ответа, так или иначе можно варьировать, как-то экспериментировать с тем, какую структуру имеют эти вспомогательные классификаторы, с тем, какую локацию они имеют. И они могут давать какие-то улучшения. Был там, вот, в статье такой эксперимент. Второй момент связан с тем, что именно идея того, что давайте обмениваться знаниями между различными скрытыми слоями, помогает. То есть, вот, слагаемое LDCM2, оно, как бы, вносит больше импакт в точность модели. И есть один, ну, как бы, вопрос в целом интересный. Он связан со следующим. Вот у нас есть сеть 1 и сеть 2. Но на самом деле это не очень корректное сравнение, потому что что такое сеть 1, которая обучается? Это просто сеть, у которой есть сколько-то параметров. А что такое сеть 2? Это сеть, у которой есть, ну, та же самая сеть, только которой еще приклеили несколько классификаторов, в которых довольно много параметров. Соответственно, возникает вопрос, не возникает ли улучшения качества просто потому, что мы взяли какую-то сеть побольше, соответственно, в ней больше параметров, и за счет этого улучшения, а не за счет того, что вообще тут весь этот, ну, огород строился. И в качестве подтверждения этого авторы приводят два эксперимента. Первый – они убирают просто вот эти слагаемые DCM1 и DCM2. Ой, секунду. Вот эти вот два слагаемых, которые, собственно, отвечают за взаимодействие скрытых слоев. И, по сути, в таком случае, если мы посмотрим на вот эту формулу, она ничем не будет отличаться от DML. То есть мы просто как бы получили DML, только навесив вспомогательные классификаторы. И в этом случае по сравнению с обычной моделью никакого улучшения нет. То есть тупое добавление классификаторов и увеличение параметров не дает существенного улучшения. И второй эксперимент, он связан с тем, что теперь уже не взаимно обучают, а просто к вот этим сетям независимо приклеили два классификатора и обучили, и тоже никакого улучшения нет. То есть, как утверждают авторы, улучшение получается именно за счет того, что существуют вот эти вот перекрестные проверки, и именно за счет того, что вот обмен знаниями происходит ну как бы по всей нейросети. Собственно, это все, что было в статье. Есть ли у кого-то вопросы? Спасибо. Есть вопросы? Ну, я могу добавить немного, на самом деле. Вот последний слайд, Сережа, там, на самом деле, они проводили много экспериментов. Можно демонстрацию? Да, 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 да. Випен, да? Да, верно. Переключите режим. Ну, вот этот основной эксперимент и вот те два вопроса о построении нашего множества Q с индексами. у нас, значит, первый вопрос, куда, в какое, ну, какое расположение должно быть у этих дополнительных классификаторов. В общем, проводилось несколько экспериментов. Поясняю, значит, что написано вот в первой таблице. C1 – это классификатор, который вот последний слой. Дальше C4, C3 и C2 – это вот дополнительные как раз-таки классификаторы. И, вот, соответственно, цифра указывает на, так скажем, расстояние от последнего слоя. Это там в дополнительных материалах более конкретно приводилось для каждого, ну, для какой-то там конкретной сети. Ну, в общем, суть такая из этой таблицы. Наиболее лучший прирост демонстрирует добавление двух дополнительных классификаторов. Соответственно, это вот у нас предпоследие, вот, default. Можем, конечно, дополнительно еще добавить третий классификатор, ну, третий дополнительный классификатор. Тогда мы тоже улучшим нашу модель. Но, как бы, этот прирост, он незначительный по факту. Поэтому, как основу, как вот наиболее лучший вариант, значит, выбрали вот два дополнительных классификатора. Также рассматривалась структура, вопрос структуры. Сравнивали, значит, как Сережа говорил, брали различные, ну, для, в качестве самих вот этих дополнительных классификаторов берут блоки из, как бы, основной архитектуры. Вот. И здесь демонстрировались разные вариации, так скажем, вот этих вот блоков. То есть первый – это место по факту свертки какой-то, брался пулинг. Соответственно, он показал худший результат. Дальше два блока, они, по сути дела, из себя представляют одно и то же. В отличие от дефолт, narrow, он суженный. Как я понял, Сережа, может, меня поправит, если он хорошо разобрался. Честно говоря, там достаточно сложно это все описано. Здесь то ли ядро меньше, то ли паденьки какие-то. Ну, в общем, чуть-чуть поменяли параметры вот этой свертки в дополнительном классификаторе и в целом показали о том, что достаточно важно краски вот эти дополнительные классификаторы строить качественные, чтобы они хорошо классифицировали, чтобы получить нормальный прирост в качестве. Ну, я бы тут хотел сказать то, что, да, мне кажется, абсолютно неважно, что здесь подразумевается под narrow. Понятно, что это что-то более узкое, что это меньше параметров, чем в дефолт. И тут видна прям прямая зависимость того, что, как вот эмпирически вот этот факт, что вот эти просто линейные классификаторы, они не работают. Нужно добавлять туда какие-то большие структуры, типа вот строительных блоков. Вот. И у нас был вот этот большой лос. Вот здесь бета не хватает. По факту в самой статье авторы сказали, что вот эти параметры альфа, бета и гамма, они вообще никакого смысла по факту не несут. То есть они пробовали там по-разному менять их, но по факту оказалось, что смысла никакого нет, большого прироста нету. И имеет смысл просто там условно взять единицы и все эксперименты вот в таком виде проводить. В общем, можно посмотреть. На самом деле, по факту, вот эта вся формула объединится и получится всего там два слагаемых. то есть две суммы, сумма всех классификаторов, у которой лос на хард-лейблах, и получается сумма всех лосов классификаторов на софт-лейблах. Вот. И вообще, зачем они так расписали? Это вот как раз-таки для того, чтобы посмотреть вообще, насколько каждый лос вообще влияет на результаты. И, в общем, вот здесь такая табличка получилась. Сережа тоже об этом говорил, на самом деле. Они брали как раз-таки... Бейслайн – это у нас просто, соответственно, независимо обучали сетки. DML – это вот DeepMutual Learning. DML плюс DS – это вот, получается, они убрали все дополнительные классификаторы и взяли обычный DML, который не обладает... Ну, и не передает информацию... По сути, это просто лос, где убрали DCM1 и DCM2. То есть это... Ну, да, да, да. По сравнению с DML, это просто навесили этих классификаторов и точно так же обучают. Но при этом у нас как бы здесь есть так же... Вот, по-моему, там все-таки есть вот этот DCM между последними. Ну, ладно. На самом деле, это... Сереж, там все правильно, на самом деле, сказал-то. Не буду конкретизировать. И, в общем, отдельно рассматривали также от DCM1 и DCM2. И там, по-моему, было сказано о том, что... Вообще, на самом деле, я когда первый раз читал, странно прозвучало, зачем брать кросс-энтропию между всеми возможными комбинациями классификаторов на разных этапах самой нейронной сети. Но эксперименты показывают о том, что на самом деле это... Просто вот сумма всех возможных комбинаций, она действительно дает какой-то там прирост, причем значительный. Вот DCM1 это у нас по всем соответствующим этапам, и DCM2 это у нас, соответственно, по всем, которые не соответствуют. И если посмотреть, то по сравнению с DML и DS, вот этот DCM2 дает получше прирост, чем просто DCM1. Вот так вот. И еще они проводили... Последний... Они проводили эксперимент по добавлению шума. Они зашумляли метки, соответственно, corruption ratio это у нас процент того, сколько меток было изменено. И, соответственно, DCM, как ни странно, показывает прям очень хорошие результаты. А в скобках это что? Это дисперсия? В скобках это... Я могу прокомментировать. Это среднее. Нет, по-моему. Там для каждого эксперимента... Да, ладно, говори, говори. Там просто для каждого эксперимента проводилось пять раз его повторный запуск, и, соответственно, есть среднее и стандартное отклонение. То, что в скобках, это стандартное отклонение. Да. В общем, по этим результатам можно сказать о том, что на самом деле DCM и вот эти дополнительные лоссы, они работают как некоторая регуляризация, и в случаях зашумленных они хорошо себя показывают. Поэтому, собственно, с таким большим лоссом достаточно сильно отрывается DCM по сравнению с бейсфлайном. Вот. Собственно, все. Спасибо. Есть вопросы к Сергею или Григорию? Так, ну, видимо, нет вопросов. Я тут на правах рекламы еще могу сказать, что в этом году в рамках моей первой научной статьи у нас был студент Михаил Олейник, который проверял гипотезу про выравнивание классификаторов при дистилляции. То есть, условно говоря, у вас есть там 10 слоев на одной модели и там 5 слоев на другой модели. Использовался в Rational Mutual Information. По-моему, мы этот метод уже как-то обсуждали. И главная идея была в том, что надо как-то выровнять эти классификаторы как раз. Ну, то есть это немножко как бы в контринтуицию к статье, которую сейчас ребята рассказывали, но вот хотели проверить, как можно их выровнять. По-моему, ничего путного не получилось, но результаты все равно есть какие-то экспериментальные. Кому интересно, посмотрите. Так, и у нас, наверное, все. Всем спасибо. Это последняя пара была. Так что всем удачи на сессии и вообще удачи. Все. Субтитры создавал DimaTorzok